Казахстан Судия Ахтавского городского суда Байтуровой Гульнар Тулинбаевне. Адвокат Айман Умарова, бывший следователь милиции Государственного следственного комитета, затем адвокат, получивший на свой запрос и ответ из городской прокуратуры, которая содержит оскорбительное и нецензурное обращение к ней, подготовила иск в суд и в ближайшее время намерен дать делу уход. Радует то, что, будучи носителем сознания правоохранительных органов, этот человек не закосинел, а наоборот, прикладывает все свои силы и энергию к защите прав пострадавших от бездействия или преступных деяний тех же самых правоохранительных органов, призванных и по духу закона, и по его букве защищать права людей. Перед всем при этом, как признается она сама, более половины дел, которые она ведет, она ведет без взимания платы. Трех сотрудников прокуратуры освободили от занимаемых должностей в связи с инцидентом с Умаровой, которую назвали Пупкиной и Залубкиной. Такое решение было принято после проведения служебной проверки по ситуации с обращением Умаровой в надзорный орган. От занимаемых должностей освободили трех сотрудников, в том числе и исполняющего обязанности прокурора Басандыкского района города Алматы. Умаровой, пострадавший от действия работников прокуратуры, письмо с официальными извинениями отправил лично прокурор города Жюрик Таев. Наверное, это первый случай в истории, когда до адвоката снисходит прокурор города. Сам этот случай показывает еще и совковую сущность органов прокуратуры. Само обращение Пупкина и Залубкина восходит корнями к армийскому обороту, советскому, означающему человека, достающего власть начальства со своими, по сути, правильными требованиями, от которого отмахиваются, как от назойливой мухи, и притязание которого не обязательно исполнять, ввиду сложившихся понятийных обстоятельств, которые только обращающийся не понимает. При неубережении интересами человека, на защите которого формально стоит закон, но исходя из своего ведомственного или корыстного интереса, это не надо соблюдать, вот расшифровка данного понятия. Такой вершистый юрист не понутру, неудобен для правоохранительных органов. К тому же, если поднимает шум или выступает не только с конструктивной критикой, но и предложениями. Так, Умарова на пресс-конференции в Алматы в январе 2019 года выступила с предложением создать в МВД отдельный департамент по работе с раскрытием дел, связанных с изнасилованиями. Передает закон КИЗ. Департамент по расследованию преступлений против половой неприкосновенности. У нас этого нет, есть лишь отдел по преступлениям против личности. Пока до создания департамента далеко, сегодня можно создать хотя бы комиссию в составе адвокатов, которые занимаются подобными делами постоянно, считает Умарова. Включить в нее представители МВД, независимые общественные организации. Надо, чтобы эта комиссия подняла все дела, связанные с детским насилием, а также с лицами, которые стали жертвами неправомерных действий полиции, вовремя не закрепившие данные, не совершившие незамедлительные следственные действия, повлекшие невозможность привлечения к уголовной ответственности реальных насильников, говорит Умарова. Правозащитница обращает внимание на то, что вопрос о бездействии полиции стоит крайне острый, и она требует наказать следователей, которые не реагируют вовремя. Как только поступает заявление в полицию, можно провести следственные действия. Это те действия, которые необходимо делать в первые часы, сутки после происшествия. Когда это не производится, потерпевшая сторона говорит, да, было насилие, но поскольку следователь не сделал эти вещи, то, естественно, он сработал на насильника, а сторона насильника будет отрицать вину. Я считаю тут два варианта, либо непрофессионализм следователя, либо коррупция, считает Умарова. Она привела несколько примеров из своего опыта, где именно бездействие следователей не дает возможность задерживать преступников. Скандальное дело об изнасиловании 16-летнего подростка в селе Абай, по мнению Умаровой. Также не двигается с места по вине следователя. В этом деле должны быть наказаны следователи Абайского УВД. Если бы они провели честное расследование, то люди не стали бы сами ходить и искать доказательства, в виде видео, которое попало в сеть, где предполагаемый насильник пойман с поличными родителями жертвой. Мы говорим, что должны быть наказаны начальник следственного отдела, первый следователь. Напомнила Айман Умарова. Это далеко не единичный случай, когда настоящие преступники остаются на свободе. А жертвы насилия боятся выходить на улицу. Как же мы ценим работу правозащитницей? В родных пенатах у себя в Казахстане никак. Но Гузде в США назвал имена лауреатов наглядой «Women of Courage» – «Женщины отваги» 2018 года, и в их число вошла Айман Умарова. Следующее. Суд в городе Ахтавм оправдал 6 февраля текущего года 39-летнюю местную жительницу Айгуль Ахбердиеву, обвиненную в призывах к захвату власти. После ее участия в телеграм-чате запрещенной в Казахстане организации ДВК за отсутствие состава преступления. За сухими строками отчетов и репортажей журналистов судьба не только подсудимой, но и судящего. Во всей этой истории для нас сегодня важна позиция судьи Гульнар Байтуровой, которая, несмотря на коллективное обсуждение дела с высокопоставленным начальством, председателем городского суда, председателем апелляционной судебной коллегии по уголовным делам и председателем Могославского областного суда, в ходе обсуждения которого прозвучали слова о требовании Верховного суда по словам Кинжалиева, приняла то решение, которое, как мы понимаем, от нее не ожидало начальство. Фактически пошла против своего руководства, против системы. Кроме того, суд в адрес органов досудебного расследования вынес частное определение по допущенным нарушениям уголовно-процессуального законодательства при проведении досудебного расследования. Хотелось бы услышать комментарии Верховного суда об этих фактах. Как это вяжется с индексом глобальной конкурентоспособности по параметру независимости судебной системы? Подтверждается или нет это коллективное обсуждение? Оно же незаконно, хотя эта практика повсеместна. Затем, 11 февраля в Ахтаву произошло редкое для казахстанской судебной системы событие. Об этом мы уже говорили в прошлом своем выступлении. Дисциплинарная комиссия вынесла решение об отстранении от занимаемой должности представителя городского суда Малика Кинжалиева по обвинению в нарушении прав рабочих, строивших коттедж. Бывший судья заявил, что его притесняют по политическим мотивам и обратился за поддержкой международных организаций. Экс-судья, рассматривавший дело участницы телеграм-чата ДВК, заявил, что решение политически мотивировано и обратился к международным правозащитным организациям и странам Запада за поддержкой. Не к коллегам, не к судебной системе. Впоследствии он отказался от обвинений в адрес Верховного Суда. По его словам, во всем виноватыми оказались правозащитники с их грязной технологией. А что мы сделали для защиты права субъектов права Казахстана? Почти 8 лет назад, в ноябре 2011 года, мы обратились к субъектам правозаконодательной инициативы в Республике Казахстан, лидеру нации, первому президенту Республики Казахстан, господину Назарбаеву, депутатам парламента Республики Казахстан, правительству Республики Казахстан с открытым письмом о необходимости незамедлительной ратификации Республики Казахстан и Европейской конвенции о правах человека. Мы писали. Считая своим долгом, гражданин Республики Казахстан, долгом юриста, поддерживая ваши инициативы и усилия по дальнейшему совершенствованию правовой системы Казахстана как демократического государства, учитывая, что борьба с проявлениями беззакония и в первую очередь с коррупцией есть дело всех и каждого, считая, что бремя инициации не должно ложиться только на вас как субъекта законодательной инициативы, зная и учитывая передовой опыт стран, присоединившихся к международным институтам, обеспечивающим защиту прав человека и гражданина, положительное влияние присоединения на правоприимительную практику и законотворческий процесс, принимая во внимание положительный опыт предсоедательствования Республики Казахстан в ОБСЕ в 2010 году и полагая, что присоединение к Европейской конвенции о правах человека будет являться его логическим продолжением, учитывая, что на саммите ОБСЕ в 2010 году в Астане была принята декларация, еще раз заявившая о приверженности членов ОБСЕ принципам прав человека, в духе данной декларации Конституции Казахстана и международных норм, ратифицированных Республикой Казахстан, призываю вас незамедлительно инициировать процесс присоединения Республики Казахстан к Европейской конвенции о правах человека. Этот шаг приведет к возможности для дальнейшего развития Казахстана в семье демократических государств, а для субъектов права Казахстана, для иных лиц, вступающих в отношения на территории Казахстана, обеспечить реализацию защиты своих прав и интересов в Европейском суде по правам человека, являясь эффективным дополнением к механизмам защиты прав в органах ООН. Присоединение Республики Казахстан к Европейской конвенции о правах человека ни в коей мере не умолит репутацию Казахстана как страны, декларирующей приверженность высоким стандартам прав человека, но продемонстрирует реальные шаги Республики Казахстана в этом направлении, реального становления правоприменения, деятельности правоохранительных органов, судебной системы в интересах человека и гражданина. Страны Совета Европы – это страны, устоявшиеся демократии, имеющие столетние истории, не считают себя ущербными, если их граждане или юридические лица под их юрисдикцией обращаются за защитой своих прав в Европейский суд. Это путь, подвигающий государство и гражданские общества устранять недостатки в правоприменении. Это помощь для цели развития государства. Данный шаг будет реально способствовать привлечению инвестиций, прежде всего, из внутренних источников, когда субъекты будут знать правила игры, когда они будут уверены в том, что имеют эффективные средства правовой защиты. Правоприменение, правотворчество, судебная система окажутся под пристальным вниманием европейского сообщества и в интересах человека, гражданина, что по Конституции Республики Казахстан и есть главная цель государства. Этот шаг будет понят и принят и нашими партнерами, например, Российской Федерацией, с которой мы связаны в рамках международных правовых обязательств и которые уже являются членом Совета Европы, тем самым обеспечивая защиту прав субъектов права Казахстана на территории Российской Федерации, путем предоставления возможности обжалования действий Российской Федерации, нарушающих права казахстанских субъектов. Мы понимаем, что ратификация этой конвенции не будет панацеей от негативного явления в сфере защиты прав, но это шаг к возрождению и укреплению духа права в законодательстве Республики. Ведь не секрет, что ведомственное нормотворчество, извращенное искаженным пониманием примата интересов государства над интересами личности, затронуло все сферы, даже и такую априори не являющуюся политизированной, как гражданское законодательство, которое признавалось международными экспертами как передовая в странах СНГ. Мы решим проблемы и в правоприменении, и в правосознании путем появления своих 15 миллионов американцев. Это сцепляющая основа для развития, позволяющая взрастить патриотов своей страны, своих Биллов Гейтсов, Стивов Джобсов. О кричащих проблемах правоприменения говорит тот факт, что государство само же ограждает от себя же своих предпринимателей, вводя моратории на проверки субъектов бизнеса, фактически признавая, что не может найти управу на своих же служащих, содержащихся, к тому же, за счет налогоплательщиков. Не секрет, что одними из оснований для невыдачи иностранными государствами лиц, заочно осужденных в Республике, является неверие в то, что правоохранительная система Казахстана обеспечит соблюдение их прав. Думается, что при ратификации Казахстана вышеуказанной конвенции и при должной работе правоохранительной эти основания для невыдачи отпадут. В условиях, когда даже в Верховном Суде Республики имели место, как утверждают правоохранительные органы, факты нарушения законов, такая внешняя ревизия судебных актов в Европейском суде по правам человека просто необходима. Кроме того, и это немаловажно, она будет благотворно влиять на моральную установку в стране. Ведь правоприменение, правоохрана и правозащита имеют и воспитательное значение. Нам нельзя забывать об общественном мнении, духовной стороне в деле воспитания молодого поколения. Связка правонарушения, преступления и неотвратимое справедливое наказание должна работать. Это поможет нам отвратить людей, не добившихся справедливости, от экстремистских действий. Мы перенаправим поток жалоб, свидетельствующих о проблемах в правозащите из администрации президента Республики Казахстан в надлежащее русло, разгрузив этот несудебный орган от несвойственных ему функций. И только тогда мы сможем сказать, что возросшее количество обращений в суд – показатель доверия к судебной системе. Произойдет настройка, в том числе и сама настройка правоприменения, правоохраны и правозащиты в интересах человека и гражданина. Мы должны наконец-то задаться вопросом, почему по футболу мы, Республика Казахстан, европейская страна, а по правам человека нет. Уверен, что подавляющее большинство граждан Казахстана, в том числе и государственных служащих, лица, осуществляющих правоприменения, поддержат вас и будут приветствовать ваши шаги в данном направлении. Это был текст моего обращения 8 лет назад. Что изменилось за эти 8 лет? Ситуация, на мой взгляд, только ухудшилась. И, возвращаясь к приятному, к главному празднику 8 марта, еще раз, дорогие женщины, примите поздравления наши. Вы – наши крепкие тылы, вы – хранительницы домашнего чага, зачастую в условиях Казахстана единственные кормилицы. Вы – наши матери, сестры, жены и дочери. Вы – воспитатели защитников Отечества. А в условиях независимости выступили инициатором смены правительства. Пожелаем вам иметь возможность зарабатывать и жить достойно, чтобы сильный пол мог стать надежной защитой и стеной для вас. С праздником вас! Субтитры создавал DimaTorzok